Всем привет! Мы завтракаем. Добро пожаловать во влог на пару. Да. Я выучила. Мы завтракаем. И вчера... Ты вчера размещала, да? Вчера вы могли у мамы в инстаграм увидеть на день святого Валентина подарки. И сейчас мы вам их покажем, потому что мы сейчас их будем ехать. Я просто не могла во влоге не показать такую красоту. Это карамельные капкейки с какао и кофе. У мамы с молоком, а у меня со сливками. Вот. Так что мы будем сейчас это поглощать. Это мне подарили. Но почему-то едим мы это вместе. Всем привет! Добро пожаловать во влог на пару. Вот. Будем снимать теперь жизнь. Чтобы жизнь не отомнилась. У нас сегодня виджап. Вот они вдвоём с Басей. Бася. Бася тоже не отвлекается. Я овощ. Причём холодный овощ. У нас так холодно. Это ей так холодно. Ну просто никто в магазин не хочет этим. Ладно, мы что-то придётся готовить. А мне надо ещё снимать сегодня обзор покупок Арифлейм. А я такой... Такой никакой. Я не знаю, буду я это делать или нет. Но мне надо. Люди ждут от тебя. Да, я знаю. А я сижу и смотрю... Если б ты сидела, ты лежишь. Я лежу. А-а-а-а. Ваще полетели в космос. Вот видишь, ёлка какая интересная. Так что да. Я маленькая негодяйка. Я не снимаю видео у нас на мой канал. Вот. Глупости всякие. Ой, что-то у нас творится. Спрыгнула. Вот-вот-вот, Маня, что-то спрыгнула, а Бася за ней. Вот так вот Манька позавчера, что ли, прошлась по ноутбуку. И представляете, там все заиграло. Мы с Бася так перепугались, кто у нас в доме. Вот-вот-вот-вот. Маня, ты у нас главный герой, главная актриса. Поехали куда-то. Вот, все-все-все, ушла в темноту, ушла в ванну. Ну, вот у меня оказалось в холодильнике только рыба. Буду сегодня делать рыбный суп с пампушками. Пампушки буду делать вот так. Один килограмм муки. И буду делать вот на сухих дрожжах. Вот такой один пакетик бросила. Полторы ложки чайной соли. Три столовые ложки сахара. И три столовых ложки растительного масла. И все это заливаю 550 миллилитров воды. Разделю на две половины. Вот такие они получаются. Сейчас я их ставлю в духовку. В это время настаивается чесночный соус. Это чеснок, укроп, масло сливочное и растительное. И соль. Но соли достаточно много. И вот это все будет пока настаиваться. Вот наши девочки-пампушечки готовы. Сейчас они немножечко должны остудиться. Теперь пропитываем пампушки соусом. Трудно мне показать будет. Сейчас постараюсь. Разрезаем пампушку пополам. И заливаем внутрь соус. Складываем пополам. И даем пропитаться. Вот я вся такая уже в соусе. Потому что держала на руках эти пампушки замечательные. Оставки соуса, если и осталось, можно поставить на стол и дополнительно макать пампушки в этот соус. Вообще вкусно пахнет. На десерт я хочу испечь лимонный пирог по рецепту моей мамы. Я вот на поминке делала рецепт пирога какого-то чужого человека. И мне совсем не понравилось. Вот я решила мамин пирог, уже испытанный. Сейчас покажу вам даже, как ее рукой рецепт написать. Пирога у мамы была. Но она очень ценная. Этот пирог я пеку с настоящими дрожжами. Вот пол палочки 50 грамм дрожжей растворяется в полстакане молока. Добавляется 200 грамм масла заранее, тоже растопленные такие. Все это смешивается. Добавляется 2,5 стакана муки и замешивается в тесто. Беру 2 стакана сахара и через мясорубку пропускаю. Вот я пропустила 2 лимона кожулое вместе. И желательно выбирать лимон к чаю, они называются, тонкой кожулой. Все это сейчас перемешаю, делю пополам, чтобы получился верх и низ пирога. И раскатываю на пергаментной бумаге и сверху тоже пергаментная бумага. Теперь варю суп из киты. Добавляю пенку. Солю. Через 5 минут после закипания добавляю морковку. Еще через 5 минут добавляю картофель. Еще через 5 минут добавляю пассерованный лук, томат протертый, перец, горошка, мавровый лист и укроп с петрушкой. Время у нас испекся каким-то образом волшебным. Пирог. Вот и вкуснятина готова. Я столько протестовала против рыбного супа, он такой красивый, так вкусно пахнет. Еще у меня пампушки тут есть с знакомым. Я самый довольный человек на свете. У меня офигенный китайский Новый год. А у тебя? Сейчас попробуем. Какой у нас Новый год? Приятного аппетита. Ну все, мы уже успокоились, поели. Объелись, я бы сказала. Да, ужасно. Ужасно. Я вот сегодня тестирую помаду Арифлейм и карандашик контурный. Очень идет, маме, правда же? Матовая помада. Напишите, мне очень нравится тебе. Хорошая, хорошая помада, долго держится. И не воняет. Да, она пахнет, не воняет, а пахнет хорошо. И... Не секси-ком. И вот там атласные есть и матовые. Матовые хорошие помады, а атласные опять... Опять полупрозрачные. Полупрозрачные, да. Получаются. Ну, потом подробнее в видео про заказ Арифлейм расскажу. Так, сегодня отвечаем на вопрос Марины Мироновой. Это что же за крем такой, что он делает... За 25 лет. Ревив, ревив. Ну, это не просто крем, это целая система ухода, американская система. Можете почитать про неё в интернете, много можно говорить. Разработал её мужик-хирург пластический, который делает пластические операции как альтернатива. В общем, эти кремы... Как альтернатива. Уход. Да, заменяют полностью подтяжку лица, там, в общем, все эти хирургические процедуры. И, на самом деле, шикарная вещь. То есть, есть кремы, которые... Как это? И компании, которые играют на наших страхах, на наших вот... Ой, у меня прыщик вскочил, значит, надо с лицевой кислотой попользоваться. Ой, у меня там что-то произошло, значит, надо увлажняющим кремом попользоваться. А эти кремы, они реальный результат дают. То есть, они повышают иммунитет кожи, чтобы просто не было прыщей, если проблемная кожа. Они увлажняют даже... Ну, то есть, один крем делает всё. То есть, для определённого возраста один крем делает всё. Не надо кучу-кучу-кучу всего накупать. Вот это. Шикарная вещь. Я говорю, в интернете почитайте, повысите свой... Как это... Кругозор расширите. Да. И ещё вопрос от Насти Геллер. Как вы держите себя в такой прекрасной форме? Сидите ли вы на диетах и занимаетесь ли спортом? Ольга Ростиславовна, вопрос к вам. Да. И было бы интересно также увидеть видео, какие процедуры по уходу вы проводите за собой. Ну, процедуры... Смотрите, в наших влогах я показывала уже, какие маски, какой я уход утром-вечером делаю. И во всех видео рассказываю на моём канале, просто рассказываю, какими средствами уходовыми я пользуюсь. Никаких секретов нет. В основном уходовые средства – это от компании Арифлейм. И от Насти Геллер второй вопрос. Расскажите про ваш стиль одежды, одежду какую предпочитаете, где покупаете одежду. Кстати, по поводу диет, да. На диетах мы сидим. И я вот опять набрала 5 килограмм. Ужас. По сравнению с летом. И сейчас вот с марта месяца, не знаю, я без тебя даже начну. Не буду тебя уже ждать, я уже не могу просто. Видите, меня кто-то хомячком уже назвал. В каком-то виде. Тебе задали вопрос, как ты держишь такую прекрасную форму. А ты меня кто-то хомячком назвал. Вот. И по поводу спорта, да, делаю зарядку. А летом в прошлом году мы с Анютой, ну, впервые это у нас так получилось здорово. Мы с ней ходили пешком. И максимальный результат у нас был? 23 километра. 23 километра. Вы можете посмотреть наши первые видео. Прошлогодние. За лето. Там есть, как мы это всё делаем, что мы едим. Ну, вообще, всё по поводу нашей диеты. Вот. Ну, и... Видите, вот сегодня мы вам показали еду. Ну, как от этого можно отказаться? Да, и когда сидишь на диете, даже показать нечем, что кем достаточно однообразно получается. И по поводу, где мы одеваемся, и как вот так ярко получается. Расскажи, что ты сегодня мне рассказывала, Оля тебе сказала. У меня есть подруга, которая... Мы всё время ей рассказываем, в какие магазины ходим, а она всё время туда приходит и говорит, я не понимаю, где вы это всё находите. Я прихожу в магазин, там нет ничего этого. Я никогда не могу ничего найти себе. Те же самые магазины мы приходим. Ну, мы просто... Вот я просто, знаете, понимаю, что всё тёмное, оно, конечно, старе. Да. Всё яркое, светлое, оно молодит. Ну, поэтому я стараюсь покупать вот такого цвета одежду, и одеваюсь я в молодёжных магазинах. Я терпеть не могу с оружище всякие магазины. Эйчин Дэм мой любимый магазин, резёрв. Опять же, ну так... Зары периодически. Зарой. В Заре редко. Ну ладно, у тебя много вещей из Зары. Ну, из Зары, да. Ну, редко всё равно. Всё равно у тебя много вещей, да. Вот. Ну, это такая одежда, которую я ношу дома, или такая летняя, как это, casual, да, называется. Casual стиль. Ношу такой свободный стиль. Ну, есть, конечно, костюмы. Но костюмы я тоже стараюсь всякие там... С рюшечками, со всякими... Ну, не с такими рюшечками. Нет, ну тебя в основном в casual стиле видят. Да. Вот, так что нет, просто надо искать то, что идёт. Я как-нибудь вам расскажу. И Аня, пусть расскажи на своём канале. У нас есть специальные инструменты, с которыми мы ходим в магазин. Ну, я не буду рассказывать по своём канале. А почему ты не делаешь? Ну, может, здесь расскажем. Здесь расскажем? Ну, посмотрим. Вот. И, значит... А, вот где мы одеваемся? Да. Вот, одеваемся. Вот так. Ну, а какие-то хорошие костюмы... А, юбки. Вы знаете, вот так получается. Юбки я в основном беру почему-то в бенетоне. Ну, такие пряменькие, зимненькие, да, всякие там, селенькие, синенькие, черненькие. Вот они почему-то мне в бенетоне идут. А, ещё ты в мансуне одеваешь. Ой, мансун, мой любимый магазин. Ну, там сейчас дорого стало. А, вот я недавно по скидке купила себе очень хороший жрец. Очень, да, классный. Кстати, ты его ещё не носила. Нет, ещё ни разу не одевала. Мансун – это прекрасный магазин. И украшения все тоже из-за кассира. Да, вот. В общем, короче, всем желаю ходить по молодёжному магазину. Там много всего интересного. Вот, и, кстати, размеры там нормальные. 48-й, по-моему, последний там, да? Где? Ну, в молодёжных. В молодёжных L. Иногда, да, L-ка, L-ка. Ну, 48-й, по-моему. Ну, получается, что... Да, да, 48-й последний. В резерве, по-моему, даже больше есть, чем 48-й. Так что... В Мансуне есть... Ого-го, какие размеры! В Мансуне – это Англия. Там представительные женщины. Там бывает и 14-й, и 16-й, и 18-й. 18-й, и 20-й есть. И 20-й – это какие размеры? Это... Ну, это вообще уже 54-56. Да. Угу. Вот такие у нас вопросы... Ответы на вопросы. Вы снова пишите нам вопросы, мы будем обязательно на них отвечать. Но у нас такой сегодня влоговый влог получился. Вкусный, вкусный. Да, я надеюсь, что он вам понравился. Масечка, ты мне очень надоела, детка. Напишите, как вам наш влоговый влог. Вот, извините. Что вы сделали с собакой? Жертва. Жертва насилия. Убили. Жертва насилия. Вот, и благодарности. Я сегодня благодарна за потрясающий ужин и встречу нового китайского года. Да, с Новым годом. С Новым годом. Настоящий Новый год, кто верит во всякие там... Гороскопы. Гороскопы, да. Вот с настоящим Новым годом. Вот, наконец, с завтрашнего дня год лошади наступает. А до этого никакой лошади ещё не было. Да, даже не пахло. До этого всё ещё был… Кто у нас? Я не помню, кто у нас был. Не, не лошади год. Год козы и овечки. Ой, овечка пришла. Как раз заканчивается лошадей. А была лошадь? Да, да. Вот, закончился год лошади наконец. Ты за что благодарна? А я благодарна за то, что приходила сегодня Даша с Лёшей. Лёша хоть нашёл причину, почему у меня сломался компьютер, но сказал, что всё гукнулся, наверное. Жёсткий диск. Да, ну за это я, конечно, не благодарна. Но я благодарна за то, что Лёша пообещал прийти и починить. И ещё он нам подключил... Принтер-кнопку. Принтер, потому что именно мой компьютер был связан с принтером. И мы ничего не могли распечатать со сломанным компьютером. А теперь вот он нам подключил ноутбук, и я ему за это благодарна. Вот. Отвечайте на... Ну, я очень благодарна, что Аньке понравилась сегодняшняя еда. Я старалась. Пишите обязательно ответы на вопросы. Где вы одеваетесь? Что вы делаете для того, чтобы поддерживать форму к весне? Сейчас я чихну, по-моему. Будьте здоровы. А может и нет. Вот. И обязательно пишите свои вопросы. Мы вас очень-очень-очень сильно любим, обнимаем крепко-крепко-крепко. Видите, какая стойкая губная помада? Отпечаток всё-таки... Ой, Басяка, как больно мне. И желаем вам доброго утра. Счастливого дня. И спокойной ночи. С Новым Годом, дорогие товарищи. С Новым счастьем. Пока-пока. Пока. Продолжение следует...